Ваша задача Зашки Именно поднитесь Здесь Здесь Каюни Аши Направление Ваше по отношению к партнёвам Забираешь её за плечи Посмотрите, Юра атакует Роняет Мари А я её, скажем так, спасаю Её живот должен идти вперёд То есть, во время падения Если её центр начнёт падать Вот её пятки, плечи и голова Вот теперь смотрите Если плечи пойдут дальше, чем пятки Она начинает падать Если голова пойдёт дальше, чем пятки Она начинает падать Поэтому вам нужно вот эту линию сохранить При этом вытягивая живот вперёд Тогда вы можете двигаться Поэтому, когда Я Нет, сейчас Вот он меня роняет Моя задача Выйти Животом вперёд Используя при этом лёгкие ноги Что значит лёгкие? Если я буду твёрдо на ногах ставить Так сильно Он меня И я так пойду назад Поэтому вам нужно Чтобы ноги были лёгкие Давайте Попоказываем Вы Ну скажем так Не получается у вас падать Ну не скажем наоборот Потому что падать Уйти не получается Из этого положения Вы должны опускаться Ноги опять же Из-под вас Но при этом Падение должно быть Сейчас я Начнёте делать именно с прогиба А потом уже ноги Попытайтесь Опуститься Вот 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 Здесь Понимаете? Поэтому Тело становилось Деревяннее Старайтесь Так же То есть Попирать живот То есть Вы Рука Вот Здесь Для этого Нужно Падение Такое Которое Даст возможность Вам Прогнуться Тогда Вы Не будете Ударяться Но Это всё Начинается С того Что Вы Делаете Волну В другую сторону Попробуйте без рук Опуститься Сейчас Очень Помогу В чем проблема для например, гелия. Если я сделаю быстро, она либо ударится сильно головой, либо ударится сильно спиной. Мы учимся делать УКЕМИ, учимся делать страховку. Поэтому любое давление, в данном случае вот это, должно ей приниматься, а потом сглатываться, делаться мягче. Плечи и коленки. Это к разговору о том, что у нас правая и левая, всех по-разному. На Байкале прям беда была. С детьми особенно. Если не смотреть, что ребенок любит правую сторону, а ты ему делаешь технику на левую, он себя травмирует в два раза быстрее и еще сложнее. Что это значит? Упражнение простое. Садись рядышком со мной. Ты сейчас будешь делать кувырок через левое плечо. Мысль понятна? В чем страх? В чем проблема? Я делаю быстро, а он делает на другую сторону кувырок. Это правильно. Это он спасает руку. Но мы с вами вырабатываем биомеханику неосознанно. И когда голова включается, что нужно делать кувырок, а тело знает только правую сторону или левую, ногу. И вот здесь происходит такое опасное столкновение на перекрестке. То есть ребенок кувыркается в эту сторону, а плечо складывает вот это. Но это не только у детей, у взрослых тоже. Поэтому обязательно тренируйте правую и левую сторону. Правую и левую ногу. Обе ноги и обе руки должны быть мягкие. Выдыхай. Выдыхай. Пусть вот эта рука у вас сейчас будет шумеет. Она будет показывать для того, что вы страхуетесь. Давайте. Теперь смотрите. Захват. У меня большой палец снаружи. То есть не внутри, а снаружи. Происходит захват. Точка. И здесь вы берете ворот. Опять же прогибаем своего партнера. Давайте. Так, вот с этой стороны. Раз, два. Вот эта рука теперь создает ему сопротивление. Что это значит? Сейчас он отпускает руку. Я начинаю его сюда тянуть. Он просто нет. Он просто начинает двигаться. То есть он твердый сейчас. Стань твердым. Я сюда тяну иди ногами. Иди ногами. Иди ногами. Вот он пошел. Теперь. Стоп. Так же ногами старайся же идти. Понятно? И когда у нас происходит это действие, скажем так, мы сразу вот этим локтем атакуем спину этой натягиваем. И опять же, как упражнение, складываем стопы. За партнера. За ногами. Будьте для него тем, по которому он, как называется, по желобу. Он на вас, сейчас вот смотрите, он на меня будет сейчас облокачиваться и по мне скатываться. Вот так как я сейчас держу подбородок, то я контролирую ее вращение. Здесь вот голова. Давайте немножко идиотушить. Старшие делайте с подбородком. Что там с подбородком? С подбородком вот он. То есть человек закрыт. Если голова у нее будет свободна, она, например, я начну сюда толкать, она уйдет в ту сторону. А если подбородок смотрит в эту сторону, она не сможет туда идти. Она сможет уходить только вот этой ногой, чтобы развернуться. Но опять же вам нужно держать туда плечо. Вот. И эту ногу нагружать. Когда она будет на нее падать, его будет падать, так как вам нужно. Но это вот особенность. Вот сюда вы уйдете, человек не может туда падать. Потому что ему нужно сначала развернуться, либо развернуться сюда. Для всех остальных заходим, держим. И я тоже развернуться подбородком. Аюми Аши. Дэээн Канн. И падать ваш партнер будет. Вот. Ну в идеале сделаем. Раз. Только возьмите за два плеча. И опускайтесь. Вот таким образом. Как мы все это делаем, чтобы помольше ноги сюда задушить? На скорости направление. Сейчас мы со старшими. Смотрите, направление. Если я промахнусь, она пойдет. Ну вот локоть, может, Ловтем у тебя. Потому что я промахнусь. Вот здесь. Заходите. Промахиваюсь. Постарайтесь найти точку, которая дает возможность вам держать. То есть, надо было не убегать. Постарайтесь также ее контролировать. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вот эта точка важная. Именно вот с чего все началось. А вы выстраиваете свое тело по отношению к давлению. Если мой партнер отпускает захват, у вас должно быть направление. То есть, опустил, но не опустил. То есть, вы освободились. Он стоит на месте. Стой, хорошо. У вас должно быть какое-то действие. Не задумывайтесь о том, что вам нужен болевой для того, что кто-то будет за этим болевым бегать. То есть, вы сделали, освободилось следующее действие. Почему я сейчас сказал, что цубьяши? Почему передняя нога? Здесь, два, три. Здесь, освободились, вытеснили. Но, на самом деле, сейчас освобождаться не нужно. Старайтесь все-таки поработать с захватом. Чтобы держать, нужно опустить локоть и опустить центр. Локоть и сможешь держать. Здесь, опускай. Раз. Это вариант на перехват. Следующее. Почему? У вас очень хорошо освобождается рука. Раз. Рука уже готова. Раз. Отпустилась. Захват. Вам нужно только подхватить. Вспомните, как происходит шумент. Происходит захват. Здесь это все обрабатывается. Но это как главное в захвате. Все остальное только подхватывает. Здесь плюс-минус у вас то же самое происходит. Отпускается. Контакт видно, уже он есть. Только осталось взять. Опять подхватить. И сделать угелку. Для старших. Говорили, я думаю, что это будет очень хорошо. Просто положили руку. Вложили руку. И походите. Да нет. Да. Раз. Вы должны попытаться научиться за счет просто того, что ваш партнер держит руку. Научиться каким-то образом выводить его за навеси. Вовлекать в свое движение. Что это значит? Я крыло, на самом деле. Вот нигде, где будет. На самом деле. Нигде. Когда я двигаюсь, просто так же работаю. Когда я вот раз. Мне не охота туда опускаться. И у меня контакт рвется там. Я не понимаю, зачем это надо. А если теперь Боря заблокирует мою здесь руку. И начнет двигаться. То я сразу начну скорость увеличивать. Я начну двигаться. Успевать за ним. Потому что сразу идет нагрузка на запястье. Поэтому если сейчас все то же самое. Но заблокировано рукой. То вы будете очень хорошо двигаться. Но. Чтобы вы знали свое перемещение. Нет, сейчас без сюда. Вы старайтесь. Старайтесь. Старайтесь двигаться. Да. Старайтесь двигаться, сохраняя эту точку. Это упражнение для окея. Поэтому, когда ваши ноги руку заблокируют. У вас уже будет какой-то опыт перемещения. Ваших ног и вашего тела. Можно. Можно. Что это значит? Ну, это значит, что ваши ноги опять не работают. Да. То есть. Вы должны учиться выдавливать. Выдавливать перемещение. А так, получается, вы тоже не работаете. Выглядит действительно смешно. Смешно. Опять же. Именно с этой стороны юга. Что это он там делает? Почему он? Вот, Настя. Угол. Ваши перемещения. Угол. 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 И тогда вы будете свое тело ровнять. Потому что ошибку наклона, ошибку неестественного укеми на аттестации очень хорошо видно. Вы выровняйтесь. Выровняйтесь. На упражнениях. Поэтому, когда будете осознанно делать именно упражнения, понимая, что в дальнейшем это ваше укеми вам пригодится в быстрых перемещениях со старшими партнерами и так далее и тому подобное, это как раз вас... Вот здесь вот я наклоняюсь и Юра мне атакует. А должно быть наоборот. Вы всегда чувствуете эту дистанцию и не забывайте о том, что у него руки тоже такие же, как минимум, длиной, а может быть, и длиннейшие. Ай. Так. Ахакаму, я беру. Ахакаму, я беру. Ахакаму, я беру. Ну и... Ну ладно, потом скажу. Просто я полсиденью как бы с Владимиром путешествий и сразу же отвечаю тебе. Потому что... Теперь следующий момент. Помимо захватов, помимо блокировки, существует следующий сустав. Поэтому при вашем вращении добавьте к локтевому гиплу направление. Что это значит? То есть идет движение... Следующее. Направление встречи. Раз. У кеми уже плюс-минусы. Себе. И теперь к ногам. Вы не сможете сделать не ударивших стругой головами, если будете делать, как делали до этого. Ваша спина. Без тела. Без тела. Без тела. В чем отличие белых поясов от рукам? С ним можно... Пожестче. Понятно. Ты встаешь, твоя задача меня столкнуть, только помнишь, как мы падаем, мягко, смотрите, ногу убирай назад. Два варианта, ног нету, значит опора длинная, нога впереди, заберите ногу, ну, это, естественно, я ребятишкам с удовольствием даю, давай еще раз, вниз, если я буду наверху, вот он, я такой крепкий, давай, если я буду крепкий, ну, я крепкий, выдохнули вниз, выдохнули, опустите вниз, Попробуйте, здесь сложно как бы все время о чем-то говорить, попробуйте.